Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня нас ждет интереснейший доклад. Но по традиции скажу о Гаменинеках. У нас 11 мая был опять дуплет. Юпиляр Игорь Ланцман давно не ходит, но ему исполнилось 80. А Владимир Подольный в этот же день он ровно на год старше. Я с ним говорил, он передавал всем привет. Проходит лечение сейчас. Пожелаем ему всех благ, всего самого доброго. Но сейчас вести заседание будет Михаил Корсунский. Пожалуйста. Адоль спросил пару слов о сборнике сказать. Уважаемые коллеги, разрешите мне не в счет доклада занять немножко времени, но 3-4 минуты. Мы все получили вот этот сборник нашего клуба. Вот я хотел сказать, что это вообще по нашим масштабам выдающееся произведение. Во-первых, второй уже сборник выполнен в цвете. Причем редакция исключительно. Все очень отточен текст. И если вспомнить, что всего два человека его делали, президент и Татьяна, я помню, это, конечно, большое, очень большое достижение клуба. Доклады, о которых мы говорим и слушаем, разнородные. Вот сейчас мы составляем план. Вернее, уже составили. И по количеству работ получается так. 40% примерно докладов – это литературные, художественные, музыкальные темы поднятые. Ну, я не думаю, что наш клуб постепенно превращается в такую вот организацию русской словесности. Но, тем не менее, мы допускаем работы, не относящиеся к чисто научным проблемам. Хотя анализировать исторические данные там и всякие разные, не технические, тоже это есть наука. Так вот, я горячо поздравляю наших товарищей всех с выпуском нового издания вот этого сборника. Ну, и хочу подчеркнуть, что там прекрасные доклады. Я вот позволил себе переслать в Иркутский государственный университет этот… Ну, помыл, поскольку он у нас есть на сайте. И получил очень и очень восторженные отзывы. Главным образом, по статье Рене, Кнобовец, о симметрии. Там так сделаны все-таки иллюстрации, и все это очень описано хорошо. Ну, дальше я думаю, что статья Леонида Кнобовец тоже заслуживает большого внимания. Я так говорю не для красного словца, что это две докторские диссертации, по линиям там столько материала, такие вот, анализ такой. Ну, и много других, например, у нас о судьбах телевидения и остановлении телевидения. Доклад делала… Ирина Магит. Да. Ирина Магит или Магит. Ну, тоже очень хороший. Очень хороший доклад и статья Людмила Анцельм о физиках. И вот здесь, в статье, мы увидели гениальных ученых, которые вообще создали российскую теоретическую науку. С другой стороны, не официальная, а с человеческой. И увидели, что это были люди со своими страстями, со своими проблемами. То есть, проникли вот в такой внутренний мир. Поэтому я хочу поздравить наших редакторов и исполнителей с большой творческой редакцией. Дубровинская, Дубровинская, корректор. Да, и Дубровинская же сейчас. Она сейчас корректор. А, как корректор. Да. Вот уж такое тренинг. Спасибо им. Добрый день. Первое, я хочу не как ведущий, а прокомментировать то, что сказал сейчас вице-президент. Мне кажется, в день, когда мы будем утверждать новый план, необходимо подвести какой-то итог тому, как у нас прошел год. И вот там можно на этом заседании дать оценку тех докладов, которые кому-то больше, кому-то меньше понравились. Какие произвели больше впечатления, а какие меньше. Вот у меня такое желание есть, и мне хотелось бы сказать о некоторых докладах, которые произвели на меня большое впечатление. Теперь к теме нашей сегодняшней заседания. Мне очень приятно, конечно, вести заседание, на которое выступает Адольф Филиппов. Мы с ним, мне кажется, научные единомышленники. И то, что Адольф выступает с такими разноплановыми докладами и по изменению климата, и по художникам, и по литературе. Это показывает, насколько широкий кругозор у этого человека. Показывает, чем и как он интересуется. Он серьезный человек. Если бы он не знал, он бы не вышел на трибуну. Мне так кажется. А то, что сегодняшний доклад это современная тема, мне хочется передать ему статью, которую опубликовал на сайте постнаука 14 мая 2012 года. Называется она «Дон Кихот как странствующий рыцарь изменил европейскую литературу». Написал ее доктор филологических наук Ешова, сотрудница Института мировой литературы имени Горького в Москве. Рудольф Рудольф Пожалуйста. Значит сколько вам нужно времени уважаемый? Боюсь сказать, но может быть в пределах обычного часа. Да, я думаю мы по старому регламенту участвуем у докладчика и будем толерантны. Не вот это пять минут, а будем в пределах пять-семь минут. Важно, у меня просьба выступающим по теме и университикация по древу. А так в общем-то свобода творчества, потому что я понимаю, что выступление это реакция на тот доклад эмоциональный, который мы заслушаем. Я прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за добрые слова. Они, конечно, относятся ко мне в очень малой степени. Уважаемые коллеги, тема, которая избрана была просто под впечатлением детских каких-то воспоминаний оказалась честь излучайно сложной и я потратил очень много времени и думаю, что очень боюсь, что продемонстрирую фразу Крылова «Беда колет пироги, начнет печи сапожник». Потому что очень и очень сложное. 400 лет искусствоведы, писатели, поэты, критики говорят о произведении сервантеса Дон Кихот и это не дискуссия, обсуждение продолжается и до сих пор и во многих очень странах можно привести такой пример, что в Лондоне создан институт сервантеса, который занимается исследованиями и они такую цифру показывают. Перевод романа сделан в 184 странах. Это наверное можно сравнить только с Библией. Так вот очень много здесь сделано. Почему поставим вопрос, а почему такой огромной популярностью пользуется этот средневековый роман испанского писателя Сервантеса? Ну вот прежде мы посмотрим что за избавление было в этих средних веках. Я кратенькую справку такую представляю. Ну я думаю что у нас многие очень тщательно относятся первые первые где-то тайно убежал. Время и люди. Да-да-да. Первый. Значит вот следуя идеям диалектического материализма нужно рассматривать деятельность людей применительно к условиям. Так вот такая табличка которую я сделал пытаясь перевести на статистический материал историю. А да-да. Ну может быть тот лучше держать а то нет. Это вот так нормально? Вот здесь показано разделение эпохи средних веков 20-летним периодом и приведены личности королей и прочее и периоды. Так вот Сервантес родился в 1547 году а умер в 1616 и вот эта верхняя колоночка как раз показывает годы его жизни. Но я уже сказал, что когда вели по 20-летним периодом, то рождаются люди ныне точно в начале и конце 20-летки. Поэтому истинный диапазон событий или время жизни не совпадает с клеточками. Сервантес умер в 69 лет, поэтому он должен иметь 3 клеточки но 4. не важно это. Важно то, что период этот средневековья характеризуется историками как золотой век Испании. Это действительно было время расцвета культуры, поэзии, живописи, но к сожалению наука немножко отставала здесь от науки в других странах из-за действия инквизиции в частности. Так вот, чем характеризовался этот период? Правда, тут еще был один великий человек Лопед Вега, который пересекся вообще-то с Сервантесом. Интересная особенность, что они вместе, но я не скажу не данных, что они были друзья, там или что ли, но Сервантес, как мы увидим дальше, был комиссаром по снабжению флота испанского, и когда испанский флот готовился напасть на Англию, была создана такая неповередимая армада, известная нам из истории, это 130 больших военных кораблей было сделано. Сервантес снабжал их продуктами, там и прочее, а Лопед Ивека был там солдатом, воевал, поскольку он на 15 лет моложе Сервантеса. Так вот, характерным, вот это тяжело, потому что не знаю, что так большую толщину. Ну ладно, ничего, хорошо, как будет. Значит, важным событием этого периода было царствование Изабеллы и Фердинанда, которые были в целом еще прогрессивными королями, и их прогресс, их прогрессивное настроение привели к тому, что они создали инквизицию. Инквизиция была создана вначале как организация борьбы с неверными, главным образом с христианами против католиков и с мусульманами. И она просуществовала очень долго. Конечно, всю жизнь Сервантеса, мы тут видим инквизицию. Далее приходит царствие Карла V, к которому относится начало жизни Сервантеса. Карл V был относительно прогрессивным царем, королем. Он очень много сделал для расширения пределов Испании. В общем, надо сказать, мы всегда привыкли ругать царей и королей, но вот это был положительный такой в смысле прогресса. Далее к власти пришел сын Карла V, Филипп II. И вот в основном-то Сервантес и жил при Филиппе II. Филипп II был вообще удивительным королем, каких, наверное, мало. Он очень активно развивал искусство, науку. Когда он умер, посчитали, что у него библиотека 1200 томов книг насчитывает. Он государственное устройство такое ввел, что создал советы, ну, почти как при советской власти. Совет по культуре, совет военный, совет экономический. Ну, управлял, конечно, самостоятельно. Он симпатизировал Сервантесу, хотя и материального никакого вообще поощрения, так сказать, или пользы Сервантес не имел. Ну, и так далее. Здесь попадает очень важный кусочек эпоха возрождения. Это последнее, будем говорить, последний период вспышки искусства, литературы. этот период возрождения связан с несколькими людьми, в частности, с Леонардо Тавинчи, главным образом, Микеланджело и Рафаэлем. Вот это и, собственно, эпоха возрождения в основном выделяется по искусству, по живописи, дальше, скульптуре и так далее. Ну, здесь больше говорить особенно нечего. Золотой век начался в Испании после открытия Америки Колумбом и с развитием колонии. Испания стала самой могучей страной в Европе, имела она колонии и в Америке, и в Азии, и в Африке. То есть очень и очень много было сделано для завоевания мира. А внутри страны Золотой век привел к оживлению торговли, развитию искусств, но немножко отстал от других стран в смысле технического прогресса. Опять-таки, как я уже говорил, здесь отрицательную роль сыграла Инквизиция. Ну, вот в этих условиях жил и работал Сервантес. Ну, кратко можно сказать, что какова его жизнь. Во всех источниках о нем подчеркивается главная особенность его жизни, что он родился в бедной семье обедневших дворян и всю жизнь страдал от нищеты. и это всегда подчеркивается. он никогда не получал даже за свои литературные произведения больших средств. И так, собственно, отрицательная его черта жизни это материальные трудности. Родился он в 1597 году в городке небольшом Алькаладе НРС недалеко от города Таледа. В бедной семье родители, правда, дворяне, объедневшие дворяне относились к категории идальго. Отец был лекарем. Ну и так вот они ездили по местам работы отца по стране постоянно испытывая всякие трудности. в 10-летнем возрасте Сервант учился в как создать училище или этом в иезуитском ордене 4 года и получил такое вот равноценное нашему среднее образование. Далее мнения исследователей расходятся. Кто-то говорил, что он учился в университете в Соломанке, где-то другие точки зрения. Ну, известно, что он после окончания этого колледжа иезуитского поехал в Рим и там поступил на службу на службу послу Италии на должность такого ключника, что ли, типа секретаря. Поработал он там год и затем перешел военный флот, который дислоцировался в Италии. И вот в военном флоте он в основном и проработал всю жизнь. С первыми годами его работы в этой ну, это морская пехота, будем говорить, потому что флот в основном, военные части были в Испании в основном при флоте. Вот такой морской спецназ, он принял участие в исторической битве при Алеппо. Это битва, тоже разные источники, одни говорят, существенную роль это не сыграло, другие говорят, нет, определенную ведущую роль сыграло эта битва. Дело в том, что начиная с 8 века Испания была завоевана Османской империей и находилась по существу как колония. И в Испании возникали настроения избавиться от этого влияния и так называемая реконкиста это непрекращающаяся борьба за освобождение. Борьба эта длилась очень долго, наверное 8 веков и наконец вот при Алеппо морское сражение привело к окончанию вот этого Ига или Игом не назвать но владычество Османской империи. Испания освободилась от влияния мусульман. И одним из участников этого сражения был Сервантес который который как пишет его однополчане болел в этот день но несмотря на температуру рванулся в бой и сражался очень активно но был ранен три огнестрельных раны нанесли ему и живую рану в плечо что привело к тому что всю жизнь он не мог пользоваться левой рукой как сам он иронически говорил но зато в пользу правой я потерял левую на пользу правой ну и тут продолжались лечения почти год его а потом он снова вернулся в армию и участвовал тоже в других и даже в сражениях участвовал и в разных местах в разных районах по существу это был идейный период службы ассервантеса в морском флоте уже в значительном возрасте в Испании для женщин считался старый возраст 40 лет а мужчин 50 лет и уже когда дело подходило к 40 годам он перешел на такую область интенданта но тоже при военном флоте и здесь в силу своего лирического будем говорить донпехотского характера он подвергался к левите его обвиняли там в растрате и прочее и он дважды сидел в тюрьме но правда по три месяца а вот основная тяжелая его страница жизни это плен в Алжире это вот как раз сразу после битвы при Алеппо он с братом возвращался домой в Испанию ну типа в отпуск и захватили пираты и пять лет он находился вот в рабстве у пиратов поскольку у него были рекомендательные письма к высощающим там бельможам ну и чуть ли не к королю а пираты прочли эти письма и подумали что он знатный такой вот богатый человек и заломили этот выкуп очень большой и вот родители в частности мать предлагала огромное усилие чтобы выкупить а они вместе с братом попали младший брат у него попали в плен ну и сначала родители выкупили брата деда а через три года только удалось собрать средства для того чтобы выкупить сервантеса недавно были опубликованы данные о поисках могилы сервантеса и подчеркивалось что он был похоронен в монастыре так называемых три нитистов а это братство братство три нитистов религиозное оказывается они частично собирали средства для выкупа его ну дальше работой литературной сервантес начал заниматься в очень позднем возрасте в 38 лет по рамкам средневековья это уже очень и очень преклонный возраст как я уже сказал что 50 лет это уже считался старик ну и работая еще находясь в армейно-интендантской должности он написал первый роман Галатея и вошел в ряды известных литераторов роман этот переиздавался в Испании и пользовался большим успехом именно в то время потом он был забыт на фоне Дон Кихота роман этот является пасторальным так называемым где речь шла о двух пастухах влюбленных в одну местную красавицу и так далее и вот там всякие мистификации рассмотрены переодевания и так далее то что затем в значительной мере Сервантес использовал в романе Дон Кихот далее он написал около тридцати пиес и часть из них конечно ставилась в это время но я как уже упоминал что поскольку в это же время немножко позже был Лопе де Вега то соперничать с Лопе де Вега в области пьесы ему конечно трудно было и вот в 38 лет он женился на 19-летней тоже такой вот дворянке девочки но относительно бедной тоже поэтому он от своего брака никакого особенного приданного и прочее не получил но зато он с этих лет перешел полностью на литературную работу и писал и вот когда ему было 66 лет он собрал пьесы собрал рассказы и выпустил книгу под названием «Нравоучительные новеллы» это была его так сказать цель «Нравоучительные» его вот такая жизнь с путешествиями с плаванием в другие страны плен пятилетний дал возможность ему накопить горький опыт будем говорить вообще опыт жизненный и он начал постепенно задумываться о создании большого произведения и таким произведением стал Дон Кихот когда мы говорим о истоках этого романа то наверное нужно посмотреть какой был сам автор ведь не случайно мы видим что произведения писателей поэтов во многом несут черты личности самого автора а вот что касается Сервантеса то на мой непрошвещенный взгляд он полностью соответствует психологии Дон Кихота вот считается что один из лучших биографов Сервантеса является такой Шел Шел и вот он характеризует личность Сервантеса я буквально зачту это потому что своими словами тут не скажешь поэту ветреному мечтательному недоставало житейского умения и он не извлек пользы ни из своих военных компаний ни из своих произведений это была душа бескорыстная не способная добывать себе славу или рассчитывать но успех поочередно очарованная или негодующая неодолимо отдававшаяся всем своим порывам его видели наивно влюбленным во все прекрасное и благородное передающиеся предающиеся романтическим грезам или любовным мечтаниям был он пылким на поле битвы или погруженным глубокое размышление или беззаботно веселым из анализа его жизни он с честью выходит полным великодушия и благородной деятельности удивительным и наивным пророком героическим в бедствиях и добрым в своей гениальности ну вот как мы увидим дальше черты Донгихода во многом соответствуют вот этому эти характеристики самого писателя ну давайте перейдем мы к книге потому что автор автором а все-таки по земле 400 лет идет его роман и пользуются успехом все эти 400 лет появился роман или первая его часть в 1506 году сразу же после публикации он был очень активно принят очень благосклонно принят публикой и было сразу же сделано несколько переизданий для того чтобы удовлетворить вот потребности читателей но к сожалению из-за опять-таки трудных материальных условий материальных условий сервантес продал права на эту книгу издателю поэтому сам он получил очень и очень мало но тем не менее роман жил распространялся по земле и приносил такую вот славу самому автору через 10 лет появился второй том или сам сервантес назвал часть второй том книги вот которую сервантес назвал хитроумный и дальго дон кихот ламанческий но мы еще будем обсуждать еще нового хитроумия состоит а второй том возник в известной степени случайно потому что популярность первого тома была чрезвычайно велика и возник один деятель писатель который написал якобы под ну не под именем сервантеса под своим именем написал вторую часть дон кихота но поскольку тот не был настоящим автором и не обладал как отмечают биографы талантами сервантеса то книга эта была не очень популярна и сильно возмутила сервантеса и он писал такие очень интересные критические замечания к этой книге и решил написать сам продолжение путешествий приключений дон кихота ну а в чем же собственно вот это вот величие и величие дон кихота ну много очень есть точек зрения так вот 4 века или 400 лет в 15 году исполнялось 400 лет со дня смерти идет спор кто же вообще дон кихот что это за такой объект за какие черты его личности пользуется он такой огромной славой можно вот так суммировать это вот я кустарно так сделал суммируя мнения историков и литераторов можно заключить что дон кихот полностью посвятил себя поиском добра и справедливости в несправедливом мире он в этом стремлении полный альтруист о себе он вообще не думает и мы в романе не видим чтобы он где-то что-то питался или там какие-то собственные ну собственные планы осуществлял он полностью отдает себя людям он создал для себя идеальный мир где нет личных страданий и боли есть только борьба со злом и отстаивание высокой чести доблести рыцаря реальный мир какой он есть для него просто не существовал даже великое чувство любви выражается у него в абстрактной форме и служит лишь путевожной звездой в его подвигах его дама сердца как мы знаем Дубциняя Добоская вырубанный им образ она была реальным объектом была крестьянка он ее ни разу не видел правда где-то в литературе я нашел что он три раза видел из романа не следует что он встречался один раз они с Санчо поехали в так называемый дворец по мнению Дон Кихота в дворец этой самой Достине Добоской она в деревне жила и для того чтобы эту ситуацию как-то разрулить как говорим мы сейчас Санчо Пасница придумал увидел крестьянок которые идут на работу и сказал Дон Кихота что вот он опять этот волшебник заколдовал твою прекрасную Дольсине Добоскую и превратил ее вот в эту крестьянку ну и все Дон Кихот пришел беседовал и затаил свое чувство на всю жизнь образ Дон Кихота карикатурен по таким внешним факторам он показан тощим старым некрасивым человеком но и главное что он совершенно не воспринимает реальные события хотя он обладает очень острым умом его суждения о всяких других проблемах кроме как рыцарского рыцарской доблести абсолютно здравые и можно поучиться у него Сервантес даже отдельно выделил афоризмы которые говорил Дон Кихот карикатурен потому что относится давно прошедшим векам рыцарской доблести но никто не смеется над этим человеком потому что уважают его благородство его смелость и преданность вот этой идее выходить из прошлого он является пророком идеального будущего автор заставляет героя романа раскаяться и перед смертью стать рядовым медалью Кахана Думблем но мне кажется в сердцах многих поколений он все равно остался Дон Кихотом ломанческим рыцарем печального образа как его назвал Санчо Панса и таким он следует по земле это литературный персонаж который не имеет такого применения практики что ли хотя он и выгоден исходя из отдельных случаев такого поведения известный один медаль который также все бросил и пошел по миру в виде странствующего рыцаря много раз упоминаемый мною Лопедевега тоже он был такой очень энергичный я думаю если кто-то заинтересуется надо сделать доклад про Лопедевега он почище сервантеса жизнь прожил он был чрезвычайно активным 14 детей у него было от которых естественно он убежал тоже во флот в армию на флот точнее ну и так далее так вот благодаря этим качествам конечно образ Дон Кихота очень был симпатичен читателем наверное потому что каждый человек в себе содержит вот эту частицу Дон Кихотства чтобы как-то помогать людям делать добро и прочее в романе сам Дон Кихот показан рядом Санчо Панса со своим оруженосцем и вот здесь сервантес применяет такой прием объединения разных личностей разных свойств в одном месте в одном романе Санчо Панса крестьянин абсолютно неграмотный но обладает огромной житейской хваткой он всегда видит во всем практическую пользу корысть и особенно в первых главах Санчо Панса выступает как красколюбивый человек и он советует Дон Кихоту что-то там взять сделать и так постепенно Дон Кихот его перекал перековывает в свою веру и Санчо становится ну если не романтиком но по крайней мере терпимо относится к вот этим безумствам Дон Кихота но у него есть корыстная мечта владеть острым быть губернатором острова ну и конечно эта мечта поскольку она все время выражалась то однажды они попали в гости к герцогу там жили в замке в замке и герцог ради потехи Шевсомок ради потехи организовал маленький поселок ну свой маленький поселок и объявил всем что тут у вас жителям что у вас тут будет губернатор новый и так далее Санчер поработал 10 дней губернатором проявил чудеса практического рационального мышления он так разрешал споривающий эффективно но потом увидел что это не для него и все таки снова вернулся в Дон Кихота а потом вернулся к себе домой вот это кратко такая особенность этих двух лиц они составляют единое целое и характеризуют психологию человека каждый человек по мнению наверное психологов а у нас здесь есть Аркадий Лодкин он действительно очень знает хорошо психологию что в человеке живет два начала с одной стороны это практическое начало стремление укрепиться иметь благо и так далее то есть черта эгоизма а с другой стороны черта альтруизма других наверное таких вот граней полярных свойств у человека нет конечно все люди живут в промежутке между этими крайницами очень хорошо эту особенность показал Тургенев неожиданно совершенно я узнал что там есть такое Тургенев читал лекцию публичную лекцию под названием Гамлет и Дон Пехот и сравнивал два этих типа героев и очень интересную мысль высказал что на севере где был Гамлет все-таки остались более жесткие такие вот условия жизни и поэтому Гамлет показан такой более жестким человеком свойственным которому свойственно я боюсь трогать Гамлет это потому что был недавно доклад а Дон Пехот более мягкий такой более гуманный и вот Тургенев показывает что в этих произведениях ну общее есть что что оба они жили в период период инквизиции во первых период варфломерской ночи где была резня убийства и было очень много жестокости в мире а ни на одной странице ни на одной строчке книжки Дон Пехот не говорится о обтрубленных головах там и прочее прочее это вот такое произведение гуманное не показать всю сложность и всю будем говорить глубину человеческих страстей человеческих страданий естественно что эта книга не могла пройти мимо людей и читающих с одной стороны с другой стороны писателей и специалистов а кроме того мимо творческих людей людей искусства и вот мне хотелось бы остановиться в большей заключительной будем говорить части на том как реагировали художники на образ Дон Пехоты почему так я предлагаю потому что художники живопись есть отражение реальной жизни и художники все в целом свои мастианы выражают свою позицию но в то же время они оценивают и жизнь оценивают все процессы происходящие в обществе поскольку очень много направлений в живописи то интересно просмотреть как же художники разных направлений разных структур представляли себе образ Дон Кихота но прежде всего тут я немножко может быть задал прежде всего давайте вернемся к изданиям вот это второе а совершенно второе вот здесь мы приводим несколько таких обложек романа выпущено в разных странах ну в основном здесь конечно и Испания и Россия а в России роман издавался очень много раз только переводов на русский язык насчитывается 11 разные авторы начиная с Жуковского который переводил роман по французскому источнику и поэтому этот перевод считается не очень хорошим но и до последних лет когда лучший перевод сделан любимым это отец известного нам любимого артиста театрального деятеля этот роман этот перевод в основном и используется вот недавно вышли два тома которые лежат вот здесь очень красивое здание это как раз перевод любимого совсем недавно в 2016 году в дату смерти Сервантеса в России выпущено такое вот ну будем говорить особенное коллекционное издание романа с большим количеством иллюстраций буквально там через каждую страницу идет иллюстрация а прежнее большинство изданий иллюстрации не имеют потому что без того огромный объем объем первого тома 600 там 60 страниц второго тома также примерно то есть это в два раза больше чем война и мир и если его еще насытить иллюстрациями то конечно будет довольно таки тяжело ну вот эти издания все эксплуатируют разные стадии путешествий тонких ходов но очень часто вот это повторяется борьба с мельницами ветряными потому что это его первое ну не первое а где-то может быть третье так называемое приключение первое приключение когда он освободил мальчика которого порол хозяин за потерю овцы а потом этот мальчик упал в ноги и сказал дяденька Дунгихот пожалуйста не заступайтесь за меня потому что как только Дунгихот отошел хозяин в 10-ти кратном размере выпорол этого ребенка ну и так далее а вот ветряные мельницы это одно из первых приключения когда Дунгихот принял он всегда все события через рыцарские романы воспринимал ветряные мельницы он принял за великанов заколдованных которых надо ну поразить зло приносит и прочее и кинулся на эти мельницы и вот это часто очень воспроизводится ну так вот давайте посмотрим какова же реакция художников разных направлений на роман на образ Дунгихота кстати сказать невозможно просто всех рассмотреть столько во-первых художников в мире очень много во-вторых каждый из них очень много раз писал писал и для иллюстрации и для просто картины о Дунгихоте поэтому даже найти нельзя ну вот то что можно найти в интернете я пытался представить и вот начнем давайте так вот известный нам Поль Даре который жил с 832 по 883 год это чудо чудо природы мы вообще всегда говорим о людях которые представляют собой редкую аномалию так вот мальчик в 10-15 лет не имея никакого художественного образования нигде вообще не учился 15 лет он иллюстрировал Библию а вы знаете как Библию иллюстрировать это вся религиозная рать читает каждую строчку ищет там крамолу в рисунке и вот ему доверили в 22 года Даре создал альбом из 500 рисунков история Святой Руси и так далее масса у него про Дон Кихота он сделал наверное 200 рисунков вот один мы показываем и как раз здесь суть помешательства в кавычках Дон Кихота что Идалья вот этот Дон Кихот будущий очень увлекался рыцарскими романами и читал их непрерывно наверное круглые сутки и все время вобрал себя вот таким рыцарем а я тут немножко упустил а рыцарская профессия стезя рыцарей очень активно обсуждалась в так называемых рыцарских романах которые отражали вот такое ну что ли любопытство и желание считателей они были подобны нашим детективам и нашим театральным этим самым сериалам когда человек ждет накручивается действие опасности обязательно любовь а обязательно получается как говорят американцы хэппи-энд благополучный исход а рыцарство имело место в действительности это был период крестовых походов но он правда был за 200 лет и за 150 лет до Сервантеса ведь известно что испанцы ну а также французы и немцы ну там они вообще как-то под властью королей они смешаны были сделали или осуществили 8 крестовых походов для того чтобы освободить святую землю Иерусалим и только в одном первом кстати сказать крестовом походе они заняли Иерусалим все остальные походы были с этой точки зрения неудачными но рыцари проявили себя как сила определенная это был своего рода спецназ королей Затем когда вот эти походы кончились рыцари привлекали для помощи потока этих паломников которые шли пешком тысячи километров чтобы поклониться святой земле естественно что по дороге на этих паломников и нападали и грабили и убивали и вот рыцарство как раз служило для охраны этих людей рыцарские ордены их было много в то время имели устав устав гласил что рыцарь должен быть без подачи черт что рыцарь должен обладать определенными качествами примерно как у нас член заманистической партии не жениться не воровать и прочее и вот это кодекс чести рыцаря полностью воспринял Дон Кихот и вот одна из этих картин это я долго говорю она как раз и отражает а вот дальше например Сальвадор Дали известный нам это испанский живописец график скульптор писатель вот самый известный представитель сюрреализма он представляет себе Дон Кихота вот таким образом в виде вот эти фигуры тощие на деревьях повешенные его снасти щит кальчуга а санчо пансер принимает у него благословение таким образом а левый рисунок вообще неизвестно видимо сам Сальвадор Дали как-то его объясняет то ли это вспышка крови то ли еще что-то такое в общем понять это нелегко но наверное специалисты знают то есть образ Дон Кихота интересовал и импульсионистов и всякого рода символистов Пикассо широко известный испанский художник он окончил Барселонскую Академию художеств Академию в Мадриде и в своем творчестве прошел периоды кубизма сюрреализма не классицизма он прожил 92 года и создал 80 тысяч работ Пикассо ну поскольку он очень быстро работал и вот здесь мы видим что ему это нарисовать он за какие-то 15 минут когда его гости там беседовали он сделал этот рисунок но вместе с тем этот рисунок такой имеет большой смысл например сам Дон Кихот ну традиционно тощий такой длинной шеи здесь показан задумчивым смотрит вниз задумчивый и готовится и обдумывает новые подвиги его конь Рассенант бодро смотрит подняв голову тоже по-видимому рвется в бой а Санча на след который в книге всюду проходит как серый без всякого имени стоит осел опустил голову он безнадежно Санча смотрит на своего господина и готовится к новому путешествию Федор Иванович Шаляпин нам всем известный он был неплохим художником и он во-первых он участвовал в опере Дон Кихот но поскольку Дон Кихот классический тощий и длинный а Шаляпин правда длинный но толстый то у него и дальше он не стал эту идею развивать но образ подготовил и сам нарисовал и вот этот вот портрет куда он наем портрет ага да вот этот портрет мы видим красный это рисунок Шаляпина как раз для образа Дон Кихота его сценический образ но как-то так получилось что такого типа рисунки повторялись всегда что это длинно носа такой тощий с усами бороденкой маленький такой непривлекательной внешности видимо Сервантес делал это для контраста между благородством большими стремлениями Дон Кихота и его внешностью то есть это такой реальный рисунок а вот где-то здесь у нас есть еще а перед этим наверное ну извините я тут немножко раз болтался а сколько времени вам нужно еще а что время уже вышло да уже практически подходит к нам ну ладно давайте мы сейчас вот что сделаем я думаю у многих из вас возникнет такое вот неудобство что говорим там рисунка говорим там о войне а сам как слов как писар сервантес а вот мы сейчас послушаем вот здесь художник современный практически родился в 45-м году Марсель Нино Боржок он будем говорить такое яркое реалистическое живопись он никакие там импрессионин не использовал вот эта сцена как раз у герцога в замке когда одна фрейлина в этой герцогине очень как ее называют разбитная девушка разыгрывала его и романсы исполняла и прочее и вот здесь мы видим что он ужасается она признается ему любви и так далее и что пишет здесь Ревантос вот поэтическую часть наидобрестнейший рыцарь вот язык изразившийся в Ла-Манчи аравийских самородков драгоценнее и краше в нем легорестной девицы рослой телом и несчастной ибо два твоих ибо ей твои два солнца душу пламенем объявляет смело может дульсинея дева соком налетая похваляться что смирила зверя лютого и барса вот это у него конечно шутливое все у него юмор очень такой ну и вот тут получилось а как он воспринял это все в виде лака он предан полностью своей даме сердца дульсинея и когда он услышал это предъявление то он понял вот я сейчас с вашего разрешения позвольте мне потому что очень большой роман 1200 страниц можно нам немножко тут произвести вот реакция после того как там большой сонет но я выписал только три куплета в саду нежно зазвенели струны арфы услышав эти звуки Дон Кихот весь обмер ибо в эту минуту пришли ему на память все бесчисленные приключения с решетками окон садами музыкой любовными объяснениями и обмороками о которых он читал в рыцарских романах он немедленно вообразил что одна из девушек герцогини в него влюблена и что стыдливость заставляет ее скрывать свои чувства испугавшись как бы она не победила его сердце он решил про себя не сдаваться и получив себя от всей души и от всего сердца госпоже своей синей Товоской он вознамерился выслушать пение когда пение сраженной любовью Альсисидора это служанка Альсисидора прервалось а ее вечером Дон Кихот испустил глубокий вдох и с ужасом сказал про тебя О, я злополучный странствующий рыцарь неужели ни одна девушка на свете не может увидеть меня не влупиться и неужели несравненная Тульсиня Товоская так несчастлива что судьба не позволяет ей в одиночку насладиться моей бесконечной верностью и так далее тут много вот наверное мы чувствуем стиль вот этот ну свойственный средневековому стилю такому пышному в какой-то мере и древние версии вот эти были там Гомер или Риме тоже писали таким возвышенным ну оттого сколько большая книга это 600 страниц Ревантес говорит всегда много вот таких вот определений определений вот например что для меня существует только Дульсинея прекрасна умна добродетельна изящна и благородна все же остальные безобразны глупы порочны и низменны вот это определение у него всегда многократное ну что это конечно хорошо а вот как дальше а вот Бродский русский художник архитектор иллюстратор в основном по другому по другому изобразил уже ту же самую Марси Кейдоров при расставании с Дунг Кихотом Дунг Кихот тут не выехал и поехал снова приключить господи извините я она его клянет ну ладно я на память скажу она его ругает клянет тоже и говорит что ты не рыцарь хищник коршун хищник белоснежных ног как мрама ты уносишь две подвязки черно-белые в полоску ну видимо это нашим модницам такие вещи и не снять но вот тут она его конечно критиковала а вот чисто рациональное то есть реалистическое автор неоклассицизма такой французский Жан-Андуа Купель он а будьте любезны еще ой извините друзья мои я что-то тут ну я сейчас еще закончу ну вот Бенуа например большой русский художник иллюстратор представляет вот так Монкихота давайте тогда следующее но последнее вот наш современник всего-навсего в 988 году родился Зураб Мартиашвили он удивительный художник такой вот колорист он изображал все в оптимистических тонах в ярких красках и вот он представляет Дон Пихота вот таким он стоит тут и Руссенант у него появляется ну и Дуксинея конечно в ярком таком плане ну наверное это какой-то импрессионизм конечно но очень яркое выражение ну вот я еще будьте любезны еще следующее вот ой нет это уже кинул нет перед этим после ой после зумра зумра или еще еще следующее назад нет вперед чуть-чуть еще вперед вот вот это российский художник Анатолий Зверев наш современник он с крайней несчастной судьбы он страдал от алкоголизма наркомании и так сказать составляет по оценкам художников так называемую вторую волну вторую волну русского авангарда вот как тут я узнал что оказывается в Москве есть музей Зверева и он очень высоко ценится но он очень малую жизнь прожил конечно его давно уже нет теперь дальше если мы думаем что только вот такие вот еще там где он идет на уши еще следующий еще ну куда там налез еще вот вот это рисунок старший классическим он приводится на многих обложках журнала когда едут они ясный такой четкий это Жак-Луи Давид это французский художник родившийся в 745 и жил до 825 он будем говорить возродил классический стиль живописи он являлся личным художником Наполеона а кстати он не подарок он участвовал в политической жизни и голосовал за казнь казнь короля ну а здесь мы видим то что мы привыкли видеть ну смотрите ясный день песок как все светится бодрые энергичные люди санча улыбается что-то рассказывает тонкий ход конечно внимательный но тоже счастливое начало их приключений но не только художественное а много сделано еще и в других областях вот по роману Дон Гехот поставлено примерно 60 фильмов вот в России у нас в нашей молодости в 1957 году выпущен первый широкоформатный цветной фильм со стереозвучанием ну Дон Гехот так называется по сценарию Шварца режиссер Козинцев ну все имена великие в роли Дон Гехота Черкасов Санча Панцев Толубеев а участвует там Висину Волчек Бертинская играет Герцогиню Аллагарова играет вот эту Дольсинею ну это очень такой хороший фильм тоже благодаря таким актерам благодаря идее он позитивный такой же неутверждающий фильм на классический сюжет последний А вот на Западе по разному склону тоже много это делало фильмов вот есть такой очень яркий фильм мюзикл я думаю что может меня добавить специалист по кино называется человек из Ла-Манчи там играет такой Питер Охтул а женщин и служанку и Дольсинею играет Софи Лорен вот здесь я специально это обижал снимок потому что очень он такой яркий красивый и замкнуты такие актеры и следует подчеркнуть что Дон Кихот наконец не изображен таким вот тощим несчастным стариком и все а красивый мужчина и все нормально следующее последнее наверное не только в живописи но и в музыке Дон Кихот прославлен есть например балет Минкуса Дон Кихот есть Ария и прочее и вот здесь мы приводим карпы там поставить значит что очень распространенный и красивый является Серенада Дон Кихота на музыку кого Кабалевского Дмитрия Кабалевского и вот ну Магомаев конечно по сравнению с Александром Фреда так под мастерь но на этом очень очень здорово Магомаев исполняет эти публики Магомаевского Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Танаха и эти основополагающие произведения. А вот Дон Кихот пользуется успехом благодаря его благородству, благодаря высоким идеалам. Спасибо всем выступающим и спасибо, что вы послушали такой вот долгий доклад об этом произведении. Спасибо. Спасибо.